добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о том как иконы плачут мира или слезы кровоточие и слезоточие икон это предвестие несчастье или что-то другое мира это добрый знак милость бога а кровавые слезы предупреждения о грядущей беде так господь бог предупреждает нас о беде и укрепляет в вере к чему плачут божественные иконы в церкви дома народные приметы в народе принято считать что если мира выделяется из глаз изображенного на иконе святого то нужно ожидать глобальных перемен если слезы темные ждите плохих вестей и горя если они светлые то события будут развиваться в лучшую сторону при этом от нее исходит невероятный аромат каждая икона имеет свой запах яблочный сладковатый или нежные дуванчиковый светлые слезы священных полотен знаменуют положительные перемены а темные или кровяные дурные события маслянистая мира образованная форме не больших капель говорит о добром будущем обильное истечение благоухающей жидкости предвещает хорошие новости если икона плачет в стенах божьего дома значит наступит лучшие времена для церкви и ее прихожан если это происходит дома состоится важное для семьи события исцеления когда мирянин увидел чудо в своей квартире следует обратиться за советом к священнику пригласить священника в дом чтобы тот засвидетельствовал факт с одной стороны появление слез на ликия богородицы рождает страх божий ясно что это предупредение о чем-то с другой стороны это и радость господь не оставил нас чудо под названием плачущая икона являлась людям еще в древности еще в четвертом веке нашей эры мироточил писидийский образ богоматери в созополье писидийская или писийская икона божией матери одна из древних икон богородицы почитается чудотворный икона получила свое название от города созополь писидийский это центральная часть полуострова малая азия близ современного города улуборлу в турции в котором была явлена в 1592 году сама себя спасла плачущая под названием похвала при святой богородицы разбойники похитили святой образ с горы афон испугались после того когда икона заплакала и сразу вернули ее на место в 1934 году девятого апреля в пружанском соборе свершилось чудо из-за чей богоматери на ее иконе у голгофы стали истекать слезы на ликие богородицы были видны три слезы влага скапливалась на груди и с этого места слезная струя стекала до самых стоп причистый духовным следствием установлен этот факт чудесного знамения 22 апреля 1934 года на поклонение иконе плачущей богоматери прибыл архиепископ полесский и пинский александр в пружанском соборе ежедневно совершалась божественная литургия и читался акафист пресвятой богородицы празднование пружанской иконы плачущей богоматери установлен в светлую пятницу пасхальной седмицы в 1991 году на святках в московском никола перервинском монастыре плакала икона державная летом того же года в вологодском храме на очах нерукотворного спаса появились слезы плачущая икона иверская храма станица зеленчукская поразила всех селян кровавыми слезами прямо перед началом чеченской войны также трагическим знамением оказались и слезы на образе перед захватом школы в бесслане 1 сентября 2004 года православная икона божией матери византийского периода которую турецкая мусульманская семья обрела в антаке и привезла с собой в париж начала истечать слезы как рассказывают сами аль-дидороглу эту икону им подарил православный монах грек из ливии в 2006 году помолиться чудотворному образу идут люди из разных стран плачущая в париже икона божией матери копия великой русской святыни в россии патриархат москвы участвует в исследовании мира выделяемого иконами выводы которые сделала патриархия по поводу состава чудесного вещества говорят что это белковая субстанция неведомого происхождения исследовались разного вида мира некоторые из них имеют сходство по составу с маслами слезами человека или плазмы иго крови например анализ состава мира источаемого святыми мощами покоящимися в киево-печорской лавре показал что в его основе белок который может находиться только в живом организме возможно плачущие иконы посылают нам определенные знаки у ученых нет ответа на этот вопрос если миротечение это чудо то от бога ли она спаситель говорил что не стоит верить всему ибо будут на земле лжи пророки следовательно миротечение может исходить и от лукавого случае подобных злых чудес известны с древних времен одному из людей неизвестный якобы небесный голос приказал собирать влагу исходящую из иконы и вкушать ее вместо пищи в итоге человек умер от голода так как стал бояться еды другой христианин целовал мироточивый образ богородицы но в него вселились бесы так как икона являлась демонической иллюзией в таком случае что делать если у вас дома замироточила икона по крайней мере не бросаться к ней не лобызать и не собирать влагу вы же не знаете наверняка чьи это происки верный способ определения это перекрестить плачущий образ так поступали святые отцы если сомневались в божественности явлений если ничего не прекратилось то следит позвать в дом священника и рассказать ему об увиденном а далее действовать по инструкциям духовенства не забывайте о боге слезы икон всего лишь знак что господь не забыл о своих чадах поэтому и нам следует помнить о боге но за внешними деяниями можно забыть о главном о собственных грехах и необходимости вымаливать их поэтому если иконы и плачет то это время подумать о собственной жизни они строить планы куда использовать чудотворное масло вообще в мире очень много икон которые плачут кровоточат и мироточат поэтому у меня еще будет про это видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые ролики подобные чудеса надо воспринимать сердцем они умом на этом на сегодня все в следующий раз я расскажу вам о том как одна фраза христос воскресе спасла десятки жизней оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории о чудесах божиих о которых вам известно если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик а также делитесь этим роликом с друзьями это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока